рада вас всех приветствовать на моем канале меня зовут лилия донского и сегодня я буду показывать какой-то необычный макияж честно говоря еще даже не знаю какой но есть так идеи небольшие но я его точно еще не практиковала сейчас бы вместе с вами экспериментировать и как вы видите может не видите но я вам расскажу кожу я уже подготовила к макияжу то есть я уже использовал новинку из каталога oriflame а за крем вот такой он дает классный эффект кожа матовая тонкий слой идеально просто перекрывает все неровности ощущение комфортное настолько что я его не чувствую что у меня на лице лежит тональная основа так что я его рекомендую у меня оттенок самый светлый fire 36 487 также я сделала немного консилера чуть-чуть пудры и румяна и губы сейчас у меня увлажняются бальзамом тоже новинка series of an az бальзам персиковый такой вот красивый цвет и про него я могу сказать что его тоже я на губах не чувствую он абсолютно невесомый и что мне нравится в этих двух продуктах то что здесь высокий солнцезащитный фактор здесь spf 30 10 spf 25 то есть на улицу мы идем спокойно и понимаем что мы защищены от негативного влияния солнечных лучей хоть у нас сегодня солнце нет но она все равно есть она через тучи даже еще более активно вредит итак какой я хочу сделать макияж но первое он будет теплый второе я буду использовать базу такое вот для муж брови сначала сделать в эти брови сделаем сначала буду использовать базу jordania gold такую основу это румяна но я их использую как основу этот специальный стик и я им уже делала макияж летом но без теней то есть просто этот стик и сверху светлыми тенями запечатывала мне он очень нравится и поэтому я по нему соскучилась и решила сделать какой-то яркий такой позитивный макияж но сначала брови потому что когда брови не оформлены то уже непонятно какой интенсивности нужно делать макияж я беру карандаш giordani gold мне он очень нравится кстати какое-то время я именно на него прям перешла им сейчас уже на неделе две-три я прям только и мы пользуюсь настолько что он мне понравился хотя до этого я все время брала нашу палетку она у меня есть но у девочки так устроено что что-то надоедает и хочется новенького поэтому я просто вернулась карандашу который я когда-то использовала отложила его в сторону стала пользоваться палеткой а сейчас опять к нему вернулась я не особо мастер красить брови аж голос пропал но я все-таки их немного подкорректирую так карандашиком то есть я по чуть-чуть по чуть-чуть добавляют цвета и начинаю укладывать форму мне почему тут карандашиком понравилось я знаю что скоро я вернусь к палетке но карандаш очень классный достойный а еще мне нравится что он такой большой по размеру хватает его надолго вот так по чуть-чуть начинаю добавлять штрихи а вот тут где тоненько нужно следить чтобы бровь не упала вниз то есть мы ее наоборот специально чуть-чуть вверх поднимаем потому что если бровь опустить вниз то мы придавим вот это вот расстояние сделаем меньше и придавим сделаем глаз более усталым и взрослым то есть мы стараемся все линии делать вот так вот вверх ну естественно мы смотрим по форме как вы устроены потому что все мы разные что мне в этом карандаше особенно нравится сейчас вы поймете почему я его так люблю смотрите я как попалась сейчас наделал вот этих вот черточек старалась их делать равномерно вот сюда чуть-чуть вывела и где-то у меня получилось густо где-то не очень я переворачиваю освобождаю щеточку и начинают это щеточкой по форме укладывать и распределять и смотрите какое чудо происходит никаких пятен никаких загромождений то есть одна минутка и бровь в идеальном состоянии потом еще корректором и хайлайтером все мне не нужны какие-то гигантские пушистые брови они мне естественные вот такой толщины ну кое-где они просто поредели может быть до посветлее выглядят чем не хотелось бы а вот этого вполне достаточно все я уже даже ничего добавлять не буду вот такая вот фишечка делаю то же самое сразу со второй бровью а глаз я может быть один буду красить чтобы сократить время может быть 2 как пойдет мы же такие девушки непредсказуемые я кстати не очень люблю планировать и продумывать заранее каждый шаг я действую зачастую интуитивно и как вот мне подсказывает не знаю что там что-то подсказывает не знаю что это но я это слушаю мне нравится немножко неудобно маленькое зеркало а крау ладно расчесываю если нужно потом добавляю в маленькое зеркало красить это конечно же издевательство над человеком но я надеюсь мы скоро переедем и там мы сделаем так чтобы мне было удобно стоял нормальное зеркало и при этом вы все хорошо видели так что давайте все дружно загадаем чтобы мы быстрее переехали в просторное помещение где будет красивые локации для съемок и простор мы кстати решили завести второй канал все-таки на котором у нас будет все подряд не хочется на этом канале устраивать свалку но хочется еще о многом рассказывает например о нашей стройке о ремонте о том как мы благоустраиваемся и вообще о путешествиях обо всем кота нашего показать в конце концов поэтому будет второй канал чуть позже тоже ссылку добавим и у вас будет возможность кто желает зайти на тот канал тоже смотреть что-то может быть будет полезное так смотрите что дело у меня в кисточке остался корректор который я использовала и я просто им прохожу где нужно и формирую это направление и этого практически не видно но его достаточно для того чтобы если я где-то что-то мазнула не туда то вот она сейчас все как раз встанет на место вот окей они конечно может быть не идеальные брови но вот как получилось теперь беру тот самый стик который я загадала сегодня буду использовать и попробуем сделать какой-то макияж такой в рыжих оттенках есть один оттенок теней он конечно сейчас его нет в продаже но у меня рука не поднимает с ним расстаться тоже я раз год там два раза в год делаю и макияж и вот сейчас попробую что-то сделать новенькое он конечно толстоватый этот стик и мне очень удобно подлазить вот такие укромные вот местечках например угол глаза но есть же кисти и можно кистью набрать его и просто потом растушевать вот наносим немного этот стик если носить отдельно без теней он со временем даже вот у меня веки не жирная но он со временем соберется вот тут в складочках и будет выглядеть очень некрасиво и неаккуратно поэтому либо постоянно ходить зеркалом смотреть распределять либо сверху сухими тенями зафиксировать смотрите мы сделали такую базу я сделала я не знаю есть у вас такой стик но купить его точно можно или что-то аналогичное подобрать из косметики но его так надолго мне хватает кстати я все лето им пользовалась осень и он практически мама мне его точно еще на следующее лето хватит потому что лето уже не за горами я так планирую теперь смотрите я беру тенью вы сейчас в обморок наверно упадете вот вот цвет посмотрите такой прям ярко-ярко я не знаю кирпично терракотовый вырви глаз чем я его буду миксовать давайте подумаем у меня есть такая палетка конечно меня тени не так уж и много есть палетка рефио тут есть светлый и вот такой персик розовый такой золотистый оттенок вот он не будет нужен потом далее у меня есть еще один старый набор здесь нет здесь вряд ли я что-то возьму прям секундочку да как обычно сейчас фантазируем у меня где-то еще были белые тени но я почему-то давно не вижу так и зеленые не хочу а еще у меня какие запечатанные оливковые а я их обожаю это все oriflame вы этого скорее всего уже не помните потому что этот мир у меня есть два оттенка румяна знаете вот на что а еще какие-то тени так честно что-то с вами да придумаем мне смотрите есть еще два оттенка румян из старой коллекции color box еще они были но они классные кстати румяна тоже можно использовать на глаза почему нет и есть у меня еще золотинка не знаю нужны они будут или нет но вот эти тени они как будто коричневый но у них есть такой красный подтон и вот это золото может пригодиться куда-то на уголочи глаза поэтому я сейчас все достала и начинаем с вами делать вот такую вот штуку стрелочку рисовать для этого я беру такую тонкую острую кисть и забираюсь вот в эти огненные тени это просто огонь так возьму побольше себе трельяж чтобы лучше видеть ну что что получится да мы как бы не ничего страшного всегда можно умыться и нанести тени заново и я сейчас хочу вот тут прям проложить этот яркую яркую линия так набираю еще и они смачные вот сюда выкладываю чуть-чуть вот сюда а не знаю понравится вам или нет ну иногда хочется чего необычного креативного вот это будет необычным креативным так вот а вот сюда в уголок как раз мне понадобится эта палетка с тенями рейфил с тенями рейфил я возьму отсюда вот этот вот коричневый оттенок и кисть очищу о ватный диск чтобы убрать эту излишнюю рожану набираю коричневый цвет кисть узкая она такая тонкая позволяет подлезть самые такие вот укромные места и я залазил сюда вот в ресницы прям близко 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 я как стрелочку сухую прокладываю чуть-чуть сюда остальную часть я карандашом закончу потому что уже невозможно сделать тоньше линию а тут мне нужно прям тонкая тонкая линия и попробуем соединить вот эти вот стрелочки вот так вот и заполняю вверх вот что у меня получилось и пока что тени вот тут осыпались их так кисточкой стряхиваю чтобы они не впитались эффектно будет очень и видите на эту базу тени так круто припечатываются и фиксируется то есть я возьму все-таки один на н глаз делаю чтобы не тратить время долго возьму малюсенькую кисточку пушистую вот такой вот набивную пушистую и набираю розово вот этот розово золотистый цвет мне бы еще пару рук было бы вообще классно чтобы кто-то держал зеркало одной рукой и вот теперь вот этим золотом розовым я припечатываю тени которые у меня находятся между вот этими яркими базовыми оттенками получается между верхней частью от этой яркой и вот этой вот стрелочкой нужно запечатать тенями чтобы не собирался стик в складочки набираю чуть побольше и вот так вот аккуратненько запечатала при этом линия верхняя остается такой четкой но мы ее не оставим такой навсегда я беру еще одну кисть пушистую и набираю светлый оттенок из этих же теней рефи вот этот самый светлый тон и им я работаю тут сверху то есть я вот тут прокладываю светлый вот тут вот аккуратненько такой яркий макияж получился капельку сюда вовнутрь приглушу потому что очень ярко мне кажется сюда тон лег теней вот и сейчас возьму карандаш коричневый где-то у меня здесь куча карандашей вот коричневый нашла карандаш он как раз у меня остренький это карандаш the one и я им вот эту линию доведу аккуратненько 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 вот видите теперь стрелка соединилась стрелка теней и стрелка карандаша то есть одна линия но вот как то так мне кажется хватит можно конечно еще поколдовать но насколько меня хватило фантазии я на этом остановлюсь и опять же беру ту же самую острую кисточку набираю теплый оттенок знаете какой беру же не не забыл как он серо-коричневый по моему да вот этот цвет именно он мне нравится то что он немножко с блеском и он не такой яркий сочный я его набираю на кисточку и прокладываю тут ресничках стрелку смотрите что я делаю я просто оттеняю мне не нужно здесь слишком густо четко нет не такой вот размытый размытый рисунок просто очертить глаз ой глаза чувствительные тени с чуть попадают то сразу сразу слезятся вот у меня что получилось и соединю золотистым розово-розово-золотым вот смотрите что я делаю отсюда поднес немножко остается все увидите глаз такой огромный остается только нанести тушь для ресниц я возьму сейчас ту который пользуюсь xxl 5 в одном за ван меня на безумно нравится эта тушь 5 в одном это просто прелесть нырис как они кисточка клёвая как вам показать вот она изогнутая и она так круто ресницы удлиняет прокрашивать как я крашу ресницы стараясь сразу подлезть как можно ближе оставить там побольше туши именно у начала роста ресниц и сразу слежу за тем как уложить ресницы на что их можно так в сторону смахнуть сюда вот сделать да так и удлинить глаз такой лисий кстати прикольно с этим макияжем я пожалуй так и сделаю а можно их распределить как они растут то есть сюда разложить серединке давайте сделаем такой макияж давно такого не делала уж если делать что-то необычное да то это сегодня как раз на рождество делаем макияж ну я также слежу чтобы они сильно не слепались потому что люблю аккуратненькие такие макияжи по первый слой готов ныряю в банку с тушью набираю тушь круговыми таким вращательными движениями и наношу сразу второй слой то есть я не даю туши сильно высохнуть этого достаточно прямо пока я набрала не торопясь это достаточно чтобы тушь схватилась если пересушить второй слой же не ляжет так гладенько то есть нам нужно чтобы чуть-чуть еще оставалась возможность растяжку делать туши добавляя тянуть ее делать ресницы еще длиннее переворачиваю кисточку уже не изогнутой частью а выпуклой выгнутой и начинаю наращивать кончики даже два слоя будет достаточно смотрите как прикольно такой лисий глаз получился и пока подсыхает я остаточки снимаю на нижние реснички они у меня хоть и не очень выраженные здесь к сожалению так завидую тему кого длинные густые ресницы что выросло то выросло каждому и я их тоже в эту сторону смотрите тяну немножко не сильно но я показываю направление в эту же сторону и получается вот такая вот при прелесть прикольно слышится такой для меня необычный макияж немножко мне кажется эту тушью мазнула если вы поставили такую ляпку тушью или сверху или внизу то не торопитесь бежать за ватными палочками возьмите щеточку такую чистую щетку который вы расчесываете ресницы дождитесь когда ляпка высохнет полностью и тогда нужно будет просто так вот аккуратненьким движением ее снять она просто снимается она не размажется не испортит макияж вы не снимите тени если вы сверху на тени ляпнули тушью бывает рука дрогнула до это кисточка непонятно но такой классный результат останется губы накрасить 2 глаз и губы и макияж готов мне нравится интересно нравится ли вам давайте я накрашу второй глаз и покажу вам что получилось в результате вот так вот и вот это то фото мы будем начинать снять это за суток а потом фракеты да и ой вы и макияж готовы да и не думаете вы чтобы вы не видите что есть уровень и плоды были вы не раимки по этим результатам и не для учитывая что бы не становится чемпионизация мелодов и вы не сжигает дождь что вы дляraимки когда здесь у вас беру на который сам не вы не тратим и если вы не хотите затратите ты же знаешь что они не прожали такие ну что же вы не держите